Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Здарова! Ребята, я догоню. Да что я здесь делаю? Да вопрос один надо решить, а ты? Я тут работаю. Чего хмурая такая? Проблема? Помощь нужна? Да нет, сам решу, спасибо. Держи. Моей резидкой. Звони в любое время. Посидим, пивка выпьем, молодость вспомним. Было бы хорошо. Да. Слушай, побегу, ребята ждут. Ты обязательно позвони. Да. Рад был. Взаимно. Ты что, Федора Чукова знаком? Служили вместе. Почему раньше мне не сказал? Я что, знал, что он с Извековым работает? Я же тебя флешку брал со всеми сотрудниками. Да, он к тому забрал. Я не успел посмотреть все файлы. Может мне с ним встретиться? Попробовать разговорить? Исключено. Плохо, что Федорчук тебя лично знает. Даже если он крысом, в чем я сильно сомневаюсь, он не мог знать, что внедрили именно меня. Надо все хорошо обдумать. Никаких движений без согласования со мной. Держись от него подальше. Понял? Понял. Поехали. Куда? Да. Тебе понравится. Садись. 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 МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА С кем ты разговаривал в холле? Армейский дружок. Столько пройдем вместе. Симпатичный. Работать здесь не по делам. Ну, откуда же я знаю, в туалет не вижу. Борис! Да? Можно вас на минутку? Конечно. У меня к вам деликатная просьба. Не могли бы вы мне купить косметику? Просто не хочется выглядеть бабой-ягой. Да вы прекрасно выглядите, Елена Ильевна. Ну, перестаньте. Но я куплю все, что нужно. Спасибо. Мне, правда, очень неудобно то, что вы будете тратить свое свободное время на походы по магазинам. Да не волнуйтесь, я попрошу жену, она только довольна будет. Правда? Еще и себе целую тележку накупится. Так что готовьте список. Спасибо. Извините, пойду посмотрю, кто там. Елена Юрьевна. Леонид Георгиевич. У меня для вас сюрприз. Стас. Я так заскучился. Я. Ну, что, Толяну, мне блесточку передали, как ты велел? Как он там? Нормально. Сиди тихо. Надо вытягивать его по-любому. Бабу эту найти уже, наконец-то. Найдем мы бабу. Ну, как мы найдем? Если Давыдов с ковшу менты ее увезли. Ну, надо придумать чудо как. Давыдов говорит, что ее продолжит наблюдать, скорее всего, тот же доктор Вышинский. Вот он. Ну, что, выцепить и поговорить с ним, как следует? Да нет. Не вариант. Его же тоже могут поезти. Так что делать тогда? Адрес пробейте его. Проследите за ним, только аккуратно. Ну, знаете, куда ездит? Сделаем. Ты чего? Когда это все закончится? Я не знаю. Прости. Прости. Я без домов, заперти под чужим именем, а ты прости. Меня чуть не убили из-за тебя. Лена, потерпи. Закончат расследование. И что? Начнется следующее. И потом еще, и еще. Лена. Ты всегда знала, какая у меня работа. Да, но убить меня пытались впервые. Мне не нравится такая жизнь. И ты хочешь сказать, что она мне нравится? Ты же ее выбрал. Вспомни, как ты меня сюда уговаривал переехать. Ты прекрасно знаешь, почему мы сюда переехали. Что ты от меня хочешь? Я хочу вернуться домой, в Хабаровск. Хочу нормальную жизнь. Это невозможно. Почему? Ну, потому что это опасно. С тобой становится жить опасно. Зачем ты это сказал? Я же тебя люблю. Любишь? И снова уходишь. Когда ты теперь вернешься? Когда разрешат? Ты себя слышишь? Уходи. Уходи, пожалуйста. Да вы поймите, у меня дома жена, теща, три дочери. Еще и на работе терпеть бабские закидоны. Это Вика избалонная девчонка. То ее в салон красоты вези. То продукты в определенном магазине покупай. То на балкон вылезет. Нет, я понимаю, была бы актриса. А то дочь Шпалы. Привет. Здорово. Как при чем? Да ничего. Ну, хотелось бы подгощиться. Кто такой Шпала? Местный авторитет. Две недели назад подорвали в машине. А? Да, слышал. Дочь за границей живет. Прилетела она похорона отца, а ее в первый же день чуть снайпера не подстрелили. Другая бы после таких потрясений была бы тише воды. А это кабинница. Ну, привыкла девушка к красивой жизни. Сложный свидетель. Виктория Лектуровская у нас не столько свидетель, сколько возможная наследница общака. СК и ОБФ сейчас проверяют данные о том, что Шпала переписал на дочь все свое имущество. Ого. Он что, предчувствовал покушение? Возможно. В России денег не нашли, а поиски за границей занимают много времени. Леонид Юрьевич, ну, честное слово, я готов кого угодно охранять, но только не ее. Все, у меня самоотвод. Видал? Детский сад. Ну что, Кольцов? Другого выхода нет. Забирай клиентку. Спасибо за доверие. Всегда пожалуйста. Ну что стоишь-то? Иди отсюда, самоотвод. Спасибо. Тебе спасибо, удружил. Как, Лена? Говорит, надоело все. В больнице Грачевского боевика взяли? Савельева? Толика? Угу. Если даст показания против Грача, заживешь, как свободный человек в нормальной семейной жизни. Не знаю. Как-то не очень я с Леной с утра поговорил. Перемирец. О. Слушай, ты без согласования к ней не приезжай. Не дай бог засветишься. Место больно хорошее. Не хотелось бы его менять. Понимаю, не дурак. Ладно, проехали. Давай мне дело подзащитное. Ури, уезжай. Тихо, 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 тихо. Князь тебе привет. Стоп, я же передал Грачу, что я никого не сдал. В курсе. Посмотри, если легалому хоть что-нибудь брякнешь лишнее, я тебе в следующий раз сам лично на башку отрею. Я понял. Понял? Бывай. Открывай, командир. Е-140. Е-220. О, пальмовое масло. Вы что, серьезно считаете, что это здоровая еда? Так питается вся страна. Ну вот страна, как уж питается. А я не буду травиться только потому, что вам лень дойти до нормального магазина. А этот сок? Ну здесь же сплошная химия. Хорошо, мы привезем вам соковыжималку. А вот если бы смартфон не отобрали, можно было бы оформить доставку прям на дом. Это исключено. А просьбы свидетеля у вас тоже исключены? Я уже неделю выпрашиваю беговую дорожку. Ну что, так сложно? Я привыкла бегать по утрам. Ну мне даже салон приходится с боем выпрашивать. Наконец-то. Ну, как тут? Серега Дэн, держитесь. А я-то что? Я в тачке обитаю. Красавчик. Даже клиентке не представишь. Разберешься, удачи. Предатель. Здравствуйте, Виктория. Капитан ОГЗ Сергей Кольцов. Теперь я вас буду охранять. Я смотрю, у вас продукты закончились. Да. Если вы снова провезете подобную дрянь, мне закончится так же быстро. В таком случае я должен знать ваше предпочтение. Что? Ну, я не знаю, что вы едите. Я составлю список. Надеюсь, вы сможете найти магазин натуральных продуктов. Без проблем. А еще мне нужен тренажер. Почему все считают, что это какой-то каприз? Какой тренажер вам нужен? Ну, хотя бы беговая дорожка. Не пройдет по смете. Я сама плачу. Вы не можете пользоваться счетами. У меня есть наличные. Любой каприз за ваши деньги. Можем прямо сейчас выбрать тренажер. А что это вы так со мной разговариваете, а? Как? Как-то... Вы что, не в курсе, что я дочь Шпала? А что это меняет? Ну, вообще-то он преступный авторитет. Был. В доме кофе есть? Есть. Покупать не надо. Сделайте. Ладно. Николай Иванович, глянь-ка, что мой помощник накопал на твою Никитину. О! Может, сам расскажешь вкратце, так сказать, с самой сути? Да ты почитай, почитай. Там много интересного. Выяснилось, что Никитин близко знаком с Грачевым. Посмотри, посмотри, там все есть. А, ну так это было. В юности в одну секцию по самбо ходили. Угу. И не только ходили. А в летнем лагере вляпались в криминал. Напились, угнали машину тренера, сбили насмерть человека. И обратим внимание, что Никитин поначалу фигурировал в деле как соучастник, а потом его перевели в разряд свидетелей. А потом он каким-то чудом вообще испарился из дела. А Грачев взял всю вину на себя. И это была первая ходка Грачева. Получается, что когда они встретились, он мог Никитина попросить вернуть ему должок детства. Верной дорогой идете, Николай Иванович. Хорошая версия получается. Но как мы все это проверим? Устроим Никитину провокацию. Устроим Никитину провокацию. А вы давно в Лондоне уже будете? Да лет десять уже. Отец нам с мамой там квартиру купил. Оплатил учебу, задержал. Никогда не думал о нем, как о преступнике. Отцом он был замечательным. Спасибо за кофе. Вкусный. Мама там осталась? Мама умерла два года назад. Извините. Они не были расписаны. Поэтому отец скрывал меня ото всех. Даже фамилию свою дать отказался. Ясно. Когда мама умерла, я хотела вернуться в Москву, но отец запретил. Сказал, что это небезопасно. Вы про общак знали? Я не знаю, что это небезопасно. Сперва я от следователя услышала. Я думаю, что отец стал бы впутывать меня в эти дела. При жизни не стал бы. А сейчас все эти богатства переходят к вам по наследству. И уже есть те, которые хотят его заполучить. Ведь кто-то же вас на кладбище стрелял. Послушайте, найдите уже скорее эти деньги и хотите, себя заберите. Мне жизнь дороже. Ну, пристрелить мы вас точно не дадим. Я вам это обещаю. Тогда из голоду не дайте умереть, пожалуйста. Я составлю список продуктов. Давайте договоримся так. Если я сегодня не успею, завтра пришлю Дениса. Он обязательно все купит. Только я вас прошу, не обижайте его. Посмотрим, как будет себя вести. В отделе ставки принимают. Сколько ты продержишься за Петуровской? Георгиевич, ставь на меня. У нас мир и идиллия. И никаких претензий? Ну, только обоснованной. Вообще, эта Вика вполне себе адекватная девочка. Умная. Ну да, немного избалованная. И симпатичная. Смотри, не влюбись. Исключено. Чего там? Во-первых, у меня жена. Во-вторых, клиент это святое. Мне нужна информация об убийстве Шпалы и о покушении на ВИП. Должен же я знать, от кого я ее охраняю. СК утверждает, что Адгут Акова. Это бывший авторитет и бизнес-партнер Шпалы. У них там вроде какие-то терки были по бизнесу. Угу. Адако сейчас задержан, и у следователя Поляковского он главный подозреваемый. И если он главный подозреваемый, значит, есть еще? Наверняка. Слушай, Стас, не лезь в эту рассуду. Почему? Пока чему. Это не то дело, пусть тебе надо слетиться. Ты был на сходке вместе с врачом. Ну? Вдруг людям вот такого тебя узнают. Да брось-то, я был с бородой, с бодуна. Я сказал нет. С этим делом я сам разберусь. Я аккуратно. Разговор окончен. Считай, что во время этого дела ты сам под защитой. А счета с общиком нашли? Нет. Ну, а что за конфликт было бы такого со Шпалой? Еще один вопрос. И я скажу Козыреву, чтобы он взял под охрану не только Свети, но и тебя. Понял? Ой, ладно, все, молчу. С этой минуты я просто нянька. Вот и хорошо. Где ж ты, доктор-доктор? Пол дня уже в суду. Не видно нашего доктора. Может, пропустили? Сиди, съездим. Да сколько сидеть-то можно? Сколько надо, столько и будешь сидеть. Такой же он. Точно. Давай за ним, что ты сидишь. Давно. Давно не видались, Леонид Георгиевич. Да уж, лет 20-25, не меньше. С лихих 90. Да. Я слышал, ты давно в начальника ходишь. Ты что? В поле потянула? По оперативной работе соскучился? Да вот решил с тобой последние новости обсудить. Новости? Да какие теперь новости? Все только убийства Шпалы обсуждают. Так вот и я про него. Слышал у него с Бутаковым конфликт вышел? Поспорил немного старый кореша. С кем не бывает. О чем спор? О чем? Да все о том же, о вечном. О бабках. Будь они неладны. Вот такое не понравилось, что Шпала на общак свою лапу наложил. Какой общак? Леонид Георгиевич, я вас умоляю. Мы все давно уже честный бизнес ведем. Знаю я ваш бизнес. Ну а скажи мне, бизнесмен, Мог бы Бутаков старого кореша заказать? А бы у него сами спросить. Предлагаешь мне в СИЗО съездить? А вы что, не в курсе? Отпустил его следак под подписку. Интересно. И где его найти? Он обычно в это время у себя в ресторане обедает. Выписал себя шеф-повара из Ниццы. Вот у него и кормится. И что за ресторан? ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Ну как вы, не съела тебя? ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Куда и нет? Не успела. В душ залезла. Ну что, я в тачке? Может, поешь? Я пельмени приготовлю. Понимаю, благоверная с собой собрала. Ну, как знаешь. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Да, Георгиевич, есть новости? Есть. Поляковский отпустил бы такого. Отпустил бы. Значит, не виновен. Пока под подписку о невыезде. А что он там думает? О степени его причастности понятия не имею. Я понял. Эй. У тебя там все в порядке? Да, Георгиевич, все хорошо. Отбой. Виктория, вы не могли бы одеться? Нам поговорить нужно. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК 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 Может. Ладно, пойду гляну. А воздуха пока подошло. Машину приперли, все равно не к конденциям. НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА А полуфабрикаты это очень вредно. А я вам не предлагаю. Ваши натуральные продукты в холодильнике. О, супер, то, что надо. Спасибо. Не за что. Виктория, можно вопрос? Что вы знаете об Утакове? Да практически ничего. Отец как-то держал меня подальше от своей сферы деятельности. Но все же вы о нем знаете. От кого? От следователя, который допрашивал меня перед тем, как сдать в ОГЗ. Он сказал, что Бутак угрожал моему отцу за день до его убийства. Виктория, я понимаю, что вам сейчас тяжело. Не надо. Давайте обойдемся без этих дежурных фраз. Что все будет хорошо, что все пройдет, что время лечит. Ничего оно не лечит. Извините. Я прекрасно понимаю, каково это, когда теряешь близких людей. Расскажите мне все, что знаете. Может, на похоронах что-то слышали? На похоронах. Да, я слышала одну фразу, но, если честно, не поняла ее. Бутак – педант-законник, который настолько чтит традиции, что даже обедает всегда в одном и том же ресторане. А что тут непонятного? Ну, так, он же коллега отца. Как он может быть законником? Он что, соблюдает закон? Вот что значит жить за границей. Не знаете вы российской действительности. Дело в том, что у наших воров, ну, законы, не те, которые в уголовном кодексе. Название ресторана помните? Да я вообще мало что помню. Сначала похороны, потом снайпер. Пуля прямо здесь над ухом пролетела. До сих пор в кошмарах снится. Если бы не Ленька. Что за Ленька? Что это было? Покушение? Все. Ты уже в безопасности, все в порядке. Все. Тебе нужно просто на время спрятаться. Успокойся, малыш. Я за тобой вернусь. Угу. Чебис, помощник отца. Мне нужно с ним поговорить. Координаты его есть? Виктория, чем раньше закончится следствие, тем быстрее вы отсюда выйдете. Чебис может знать важную информацию. Картежники. Не понимаю. Что-то картежное было в названии ресторана, где Бутак обедал. Вики Хозырев. Точно. Отлично. Спасибо. Георгиевич? А я знаю, где сейчас может быть Бутаков. В ресторане Пики Козыри. А как ты догадался? Да, есть еще порох в пороховнице. Ладно, давай потом созвонимся. Быстро в Лутере! НАПРЯЖЁННАЯ МУЗЫКА НАПРЯЖЁННАЯ МУЗЫКА Гаман, он тебе застрял. Он уезжает. Кто уезжает? Кто? Доктор уезжает. Как уезжать? Ты подпёр же его. На такси уезжай. Давай быстрее. НАПРЯЖЁННАЯ МУЗЫКА Давай быстрее. НАПРЯЖЁННАЯ МУЗЫКА Откуда ты взялся, спаситель? Подполковник Соколов, защита свидетелей. НАПРЯЖЁННАЯ МУЗЫКА Ошибся адресом, подполковник. Но за защиту спасибо. Не за что. Это в моих интересах. Знаю я. Ваши интересы. Меня интересует Шпала. Любая информация по нему. Неофициально. НАПРЯЖЁННАЯ МУЗЫКА Шпала... Ну ладно. Пойдём в зал. Шпала, говоришь? А чем покойник может твоему клиенту угрожать? Шпала ничем. А вот тот, кто его убил... Следователь сказал, что твои люди какую-то интересную запись нашли. Ну да, есть такое дело. Прикинь, сын лучшего друга, будущий зятёк, с киллером торгуется. А зачем Чибиса убивать Шпала? Ну да. Может, он узнал, кто его папашу свалил? Шпала убил отца Чибиса. Чибис-старший подкатывал к бабе Шпалы. Но они не официальны были. Но Шпала-то её женой считал. Ну и решил корешу мозги вправить. А по факту. Так что у Чибиса младшего железный мотив. Ну, допустим. А в дочь? Ну, это вообще непонятно. Её убивать-то никого не нужно. Ну, Чибис может просто жениться. У них там шуры муж. И всё под себя взять. Наши деньги общак. Теперь на ней? Ваши деньги. Ваши деньги и конфисковать нужно в пользу государства. А ты сначала докажи, что они не наши. Потом поговорим. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Елена Юрьевна, к вам доктор. Угу. Яночка, вы прекрасно выглядите. Спасибо. Я очень рад вас видеть в хорошем настроении. Потому что позитивный настрой – самое важное для выздоровления. А вы приезжайте почаще. Вот как получится. Это для вас. Витаминки. Спасибо. А вы же останетесь на чае после осмотра? Ну, это если ваши охранники не будут против. Борис! Да. Вы же не против, если доктор останется на чае после осмотра? Да, пожалуйста. Я могу чайник поставить. Угу. Осмотрим раму? Да. Это тренажер. Нет. Давайте дальше. Нет. Вот. Вот этот подойдет. А не дороговато ли? Нет. Ладно, заказываю. Все, готово. Спасибо. Извините, начальство. Да, Георгиевич. Как у вас-то? Все нормально? Без скандалов? Полное взаимопонимание. Ну и хорошо. У меня новости. Бутаков уверяет, что Шпалу заказал некий Ленька Чибис. Помощник Шпалы? Откуда знаешь? Вика рассказала, что он ее спас на кладбище. А. Но одно другого не отменяет. Чибис жених Вики. Ее он любит, а тестья мог ненавидеть. Чибис в бегах уже две недели. Так что от клиентки не на шаг. Ну, само собой. Ладно, я попытаюсь что-нибудь выяснить об этом Чибисе. Мне кажется, Вика что-то недоговаривает. Держи меня в курсе. Сейчас фотку скину. Ага, давай. Ну что, есть новости? М-м, да. И Бутаков не убивал вашего отца. Следствие это подтвердило. А кто тогда? Есть версия, что его заказал Чибис. Что? Это ерунда какая-то. Он не мог. Он для отца был как сын. Даже больше преемник. И будущий зять? Да, отец так хотел. А вы? Не знаю. Ленька, он симпатичный, заботливый. За ним была бы как за каменной стеной. Я его любила, наверное. Как брата. Думала, этого будет достаточно. А сейчас? Так не думаете? А вам какая разница, что я думаю? ГРУСТНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо, Лена Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В косметологии никого? Никого? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Понял. Построились! Куприн, на выход! Лицом к стене! У тебя разговор есть! Вперед! ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Так, я не понял, а если ты где? Обедать пошли. Твои работнички. Сейчас вернусь и продолжу бумажки перебирать. Так, так. Андрюха, слушай, не падать ни от головы. Сына в больничке, да и вообще дело там разное копилось. Ну, можно, в принципе, сколько там у тебя? Три. Четыре. Давай так, два дня отдыхай, я тебя, если что, подменю. Все, уехал. Спасибо. Надо до пяти часов в СИЗО успеть протоколы пропечатать. Как мне надоело сидеть заперти. А сейчас могла бы бежать по пляжу, а не тут. Свежий ветер, морской бриз. Но нет. Вот море, вот пляж. Это, конечно, замечательно, но я бы, блядь, пошла в живую. И вообще, я уже забыла, как выглядит море. Я забыла, как выглядит солнце, счастливые люди, в конце концов. Ну, я тоже давно не видел счастливых людей. А что нам мешает быть счастливым? У меня есть идея. Представь, что мы в бунгало на берегу Индийского океана. На столе у нас свежие фрукты. Так. Только-только сорвали, только. Они принесли из магазина натуральных продуктов. Так. Бриз. Морской бриз. Ты чувствуешь? Не чувствую. Выдохни этот свежий воздух. Играет красивая музыка. Угу. Так. Прости, вина нет. Компенсируем свечками. Так-так. Ну все. Чего сидишь? Жигай свечи. Жаль, только нет моих любимых цветов на столе. А розы? А хочешь за меня? Нет. Орхидеи. Белые и нежные. А говори, сорт в следующий раз куплю. Не получится. Они слишком редкие. Их даже в Россию доставляют только по спецзаказу. Да? Сударыня. А это вам. Как трогательно. Спасибо. Люблю получать цветы от людей, которые мне нравятся. В смысле, цветы, которые мне нравятся. Взаимно. И о том, что я люблю дарить цветы. А. Так. Чем там закончилась история про Бунгала? Ничем. Вино выпили, фрукты съели. И ушли спать. Реальное поведение. И с тем, кто ей не остановится по ý northу. Мне дарить. Ого. Фрукты. Вино. Фрукты. Эй, я еще одинined. Фрукты. НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Слушаю. Здравия желаю, товарищ полковник. Возможно, это важно для вашего расследования. Что случилось? Анатолий Савельев из Грачевской банды убит в СИЗО. Понятно. А где в данный момент находятся ваши сотрудники? ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Продолжение следует... Продолжение следует... Я смотрел записи из СИЗО. Незадолго до смерти Савельева Никитин встречался с убийцей. Он ведь мог передать заточку убийце. Совершенно верно. Поползе. 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 МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вот, утверди план перевозки веки. Толика все заубили. Жалко. Неплохой был парень. Значит, грач страхуется? Свидетели мы потеряли, это плохо. Вику в этот салон уже возили, там вроде нормально все. Я на всякий случай сам съездил, все проверил. Будь осторожен. Георгиевич, не волнуйся, с Викой все будет в порядке. Все-таки она тебе нравится. Не говори ерунды. Субтитры создавал DimaTorzok ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Князь! Ну он реально залег на дно Просто мы опять Вышли на жену его А может нет никакой крысы Как это Ну что просто облажался На сделке с Осипом И теперь решился свалить на какую-то крысу Нет, есть крыса И он нарыл компромат на тебя Тогда почему этот компромат Не всплывает Чего ты в этом так уверен Может не время еще Ну в общем так Я дел с тобой больше не имею Разгребай это дерьмо сам Как хочешь Так значит Ну ладно Шестерка твой уже в морге прохлаждается Так вот учти И тебя я тоже достану везде Хоть на воле, хоть на зоне А Толяна то зачем убили Сергей, давайте быстрее Косметолог ждет Вику уже 10 минут И вам добрый день Подождет еще Я должен убедиться в безопасности Как вас еще убеждать У нас же не какой-то бандитский притон У нас приличное заведение Я все же не могу смотреться Да пожалуйста Мы готовы к процедурам Ждем Вику Хорошо, сейчас мы и приведем Ну что, все в порядке? Да, все в порядке Один маленький нюанс Там появились цветы Которых вчера не было Это я поставила цветы Я знаю, что это Викины любимые цветы А политика нашей фирмы Угождать клиенту Такие редкие, дорогие Вика, наш ВИП-клиент Я вас очень прошу Можно мы начнем процедуру У нас после Вики очень плотная запись Ладно, убедили Дэн, заводи Вику Вот если сегодня не будет никакого результата Я вас повешу, мать вашу Да мы поняли, Грач Поняли Не переживай, мы все сделаем Не переживай Ольга Можно конфетку? А, да А то так сладкого захотелось А можно красненькую? Можно? Нет, нет Такую? Да Можно? Спасибо Вот, Верочка, это, как говорится, на конфеты Спасибо Руки 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 Отошел от нее Чибис А дверь я все-таки просмотрел Дэн Возьи объект по адресу А ты на выход Ну, пойдем Точно все в порядке Убил он Анатолия Савелью А это здесь при чем? Давайте поговорим о вашей дружбе с Грачевым Какой он мне друг? Ладно Задам вопрос по-другому Почему вы скрывали, что знали Грачева с детства? Я не скрывал Меня просто не спрашивали об этом А теперь спрашиваю Кто сдал Дмитрию Грачеву? Я никого не сдавал Мы со Стрельниковым дружили Андреев вообще как отец родной был Всему отделу Ну, иногда и отцов сдают, если выгода есть К род на руководящей должности Имеющий большой доступ К информации По разным вопросам Очень опасен Простой пример Материалы по делу Грачева Исчезли в самый подходящий момент Ключи от сейфа были только у Стрельникова Ну, вы же сами говорили, что дружили Могли сделать дубликат Бессмысленный какой-то разговор Если вам есть что предъявлять Задерживайте Или я свободен В данный момент вы задержаны По подозрению в организацию убийства Савельева Ну, не волнуйтесь С остальным мы тоже разберемся Ну, что, чувак, говори, сколько Сколько чего? Сколько мне вам платить, чтобы вы Вику нормально охранять стали И не падали всякую от пульт прикрывать Я так понимаю, это ты разглядел снайперский прицел, да? За боссом стишь? Или боишься, что Батаков сольет информацию, что ты шпалу заказывал? Так, чувак, я чист, Батаков жив Правильно, а шпалу я не заказывал Но ведь шпала твоего отца убили Да выкуси И я лет сто уже в курсе, как за батю и за шпалу И на шпалу зла не держал Мой отец был Такой сволочью, что не шпал, а кто-нибудь другой бы его грохнул Скеллер, ну ты договаривался? Ладно Нам нужно было ложное покушение на шпалу, понял? Зачем? Что он достался своими наездами А так бы все решили, что он по беспределу Пытался грохнуть куриша, партнера Его бы поменьше слушать стали А если бы он доказал вашим, что к этому покушению никакого отношения не имеет? Это репутация, чувак Ее как бабки не отмоешь Остадочек бы остался Чем бы такого был недоволен? Тем, что шпала клал все яйца в свою корзинку Весь общак на себя привел Через подставную фирму перекинул за бугор Если только Вика как наследница может это получить Допустим, ты говоришь правду А почему не уехал после реального покушения на шпалу? Не поймешь ты Чувак У меня шпал был как офис настоящий А ради Вики я бы не на такое пошел Эти ее орхидеи, да? Я на них погорел Любишь ее? Еще раз к ней сунешься, сдам в полицию Понял? Понял Надо Сапыкина еще вливание сделать за СМС Так мне звонила Вера к сметологу Вань, ничего подозрительного не заметил? Да, нет Товарищ полковник, я не понимаю Почему вы закрыли Никитина? Не понимаю У меня есть виски основания Подозревать его в организацию убийства Савельева Основания? А доказательства? Доказательства у вас есть? Нет Нет у вас доказательств ни по его связям с Грачевым Ни его отношению к убийству Никаких доказательств у вас нет Пока нет Я не верю в такие совпадения А я не верю во все это Потому что Никитин опытный профессионал И он бы не стал так подставляться Зачем? Если бы он хотел убить Савельева Он бы стал посещать СИЗО Я смотрю, вы так хорошо осведомлены Как заказывать убийство в СИЗО А что вы думаете? А я всю свою карьеру только штаны В кабинете просиживал Всякого навидался Я понимаю, в отличие от вас Что Никитин не смог бы Организовать перевод в камеру К Савельеву А ему это было необязательно Да? То есть вы думаете Вы понимаете, что он его завербовал За эти две минуты допроса? А вы его, кстати, допросили? Он дурачка включает Чушь несет Якобы голоса приказали ему Убить Савельева И голоса ему Заточку в камеру пронесли Вы не возражаете Если я проведу собственное расследование? Ну, так сказать Ради общей пользы Пожалуйста Спасибо Можем Пригнись! Я его портанул Полоток, Вань Дави на газ Похоже, значит, чисто Алло, Георгиевич На нас совершено нападение Но мы отскочили Все живы, все в порядке Понял Ну так что, куда едем-то? На адрес Да я вообще не понимаю О чем вы говорите Я писала сообщение Только мужу и подруге Ну, то покажите мне эти сообщения А какое вы имеете право Лезть в мою частную жизнь? А это вам на суде расскажут Когда будут выносить приговор За соучастие в убийстве Туровской В смысле в убийстве? Мы же говорили, что... Что? Что конфетами накормят? Ольга, вы взрослый человек И должны прекрасно понимать Если покрываете убийцу Становитесь автоматически его соучастником Вас посадят и надолго Кому вы говорили о Вике? Я... Я не помню имени Это наш клиент, он... Телефон Вы зато рука меня принимаете У вас была другая трубка Ч и Б Все дели на трубе Я могу предположить, что имени вы его не знаете А вот фторобот составить сможете Собирайтесь Поедем в полицию Какими судьбами в наших стенах, Николай Иванович? Зашел тебе наполнить про твой должок Василий Никак не забудешь того бизнесмена, который в камере самоубился? То дело давнее, хотя и темное Меня сейчас интересует убийство Савельева А он к тебе каким боком? Ну, один мой из подчиненных в беду попал А я чем могу помочь? Мне нужно знать по секунду Где и с кем пересекался убийца В течение вчерашнего дня Сейчас Насчет записи из камер слежения Я распоряжусь Угу Из видеорегистраторов Всех охранников смина Кофе будешь? Или кафе ничего покрепче? Кофе Для покрепче Дело слишком серьезное Еще раз проявишься маячность За прокудохраной Без голоса Отличная перспектива Есть информация по тачке мотоциклов, которые участвовали в нападении? Есть Машину нашли на пустыре Сожженной Номера левые Мотоцикла не нашли Его спрятать легче Номера тоже фейковые Единственная надежда на Сапрыкину И на фоторобот, который она составит Кстати, фоторобот мне прислали Ну, че ты молчишь? Кого-то мне это лицо очень напоминает Скину тебе на память Она покрывает кого-то близкого За деньги так не стараемся Будем надеяться следователю И даже мерз Номер, на который она смс отправляла Пробили? Пробили Корпоративный номер Российский филиал Западной юридической компании Грис и сыновья Фирма солидная К тому же юрист Так что Получить информацию о конкретном абоненте Будет сложно и долго На список сотрудников получить можно? Запросили Только вот зачем Сотруднику Западной юридической компании Подкупать парикмахершу Зачем ему вик? Не знаю Погоди Мне Чибис говорил, что Шпала Прятал деньги с помощью Зарубежной юридической конторы Может этой? Можно боюсь Хотя где логика? Зачем убивать единственного человека Который может разблокировать щиты? А ведь ее реально хотели убить Согласен Мутная история Ладно, посоветуй с ребятами из обыкновения А я могу пока окружение Сапрыкиной пробить Говорю же у тебя Шилы в одном месте Мутная история ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Дамы, добрый день. Посмотрите, пожалуйста. Вы знаете, люди незнакомы? Не волнуйтесь, я с полиции. Девушка, добрый день. Извините. Здравствуйте. Можете посмотреть. Вам знакомы эти люди? Нет. Нет? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Добрый день. Здравствуйте. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вы муж Ольги Сопрыкиной? Да. Что случилось? Э-э-э... Ваша жена в полиции. Вот она. Ничего страшного, она проходит как свидетель. Вот же дура. Ну, прости, господи. Я сейчас за ней поеду. Нет, не нужно, она сама вернется. Вы лучше посмотрите фотографии. Может, кто-то знакомым окажется. Нет, у меня таких знакомых нет. Ну, может, это знакомые вашей жены? Да, вряд ли. Какие-то прилизанные, богатенькие. Нет. Может, Светкины? Ну, подруга. Адрес и телефон есть? Да, адрес и телефон сейчас дам. Я из магазина возвращался. Видел я, она с ребенком на набережной гуляет. Сейчас дам. Спасибо. Понятно. Светлана, смотрите, может, узнаете кого-то? Красавчики какие. О, а я вот этого знаю. Юрасик. Мы с Ольгой с ним в клубе познакомились. А вы еще по клубам успеваете? Ну, надо же как-то личную жизнь устраивать. Одиночество скрашивать. Его друг, правда, в прошлый раз свалил сразу. А Юрасик, получается, запал на Ольгу. Еще как. У них с Сопрыкиной такой роман. А может, знаете, где он живет? Только, говорила, где-то здесь, в центре. А еще что-то рассказывала? Что собирается разводиться со своим мужем. В Лондон с этим Юрасиком ехать. Ну, вранье, наверное. Кстати, я знаю его фамилию. Если, конечно, вас это интересует. Ну, конечно. Я запомнила, знаете почему? Она такая стрёмная, думаю, будет менять фамилию или нет. Баранов. Баранов. Нехорошая фамилия. Ну, как сказать. Если фамилию менять женщину. Ну, а если бы Баранов на вас запал, поменяли бы? Я? Конечно. Вот. А можно побыстрее? Ну, вот, нажимаешь и быстрее. А. Чуть медленно все равно. Давай еще. Так? Да медленно все равно. Тогда беги. Так? Или еще? Ну, а может, уже и хватит? Нет, давай еще. Давай до десятки. Давай, давай. Может, хватит? Может, хватит? Уже вот 10 вот. Все уже. По-денис. Ты на этом дому не доедешь. Понял? Ты почему не сказала, что встречаешься в салоне с Чебисом? Ну, тогда бы эта встреча не состоялась. Она и так не состоялась. Там могло все закончиться гораздо хуже. Мы могли друг друга там перестрелять. Я об этом не подумала. Пожалуйста, думай в следующий раз. Пожалуйста. 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 Ну, что, здесь баба Дмитриевская? Да нет. Походу, здесь живут. Блин. Целый день за этим придурком ездим. Ябло. Сколько надо, столько и будем ездить. Ну, Лукьянов. Спокойно. Кто тебе приказал убить Савельева? Грачев? Грач? А кто это вообще такой? Мелкая птичка. Ну, а если не грач, то кто тогда? Никто. Я сам. Зачем? Из-за чувства мести и желания наказать убийцу офицеров полиции. Ясно. Ну, вот они, голубчики. Друзья детства. Оба работают в компании Грис и сыновья. Баранов – начальник финансового отдела, а Никифоров – начальник службы безопасности. Кстати, служил в разведке. Серьезный парень. Связь Баранова с Сопыкиной к делу не пришьешь. И то, что эта фирма, возможно, сопровождала сделки Шпала, это все... Слушай, Георгиевич, может, мы зря торопимся с выводами? Нет, вовсе не они. Есть другие подозреваемые. Нет. Короче, вариант один – спровоцировать. Передать ему информацию о том, где находится Вика, устроить засаду и взять с поличной. Хорошая идея. Только Сопрыкина использовать снова нельзя. Слушай, а может, в клуб? Человек, которого чуть не убили, по клубу не ходит. А куда он ходит? Есть одна идея. Кольцов, я боюсь. Не переживай, он тебя не тронет рядом. Я не Баранова боюсь, просто я не актриса, вдруг он что-то заподозрит. Все получится. Просто будьте с собой, не надо ничего играть. Утешили. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Виктория Андреевна, прошу прощения, не признал вас сразу От лица компании Грис и сыновья хочу вам выразить глубочайшие соболезнования по поводу смерти вашего отца А поскольку вы являетесь его бенефициаром, я счастлив приветствовать вас в стенах нашей юридической компании Спасибо, давайте опустим эти любезности и перейдем сразу к делу Время деньги, вам ли об этом не знать? Кстати, представлю, Сергей Петрович, бизнесмен Добрый день Очень приятно Завещание вступит в силу только через полгода, но есть человек, который может мне их одолжить прямо сейчас Подтвердите, пожалуйста, что у меня есть деньги Мне нужны гарантии того, что на счетах Виктории имеется достаточная сумма для обеспечения долга Сергей Петрович вошел в мое положение, он знает, что я сейчас не могу выехать за границу, чтобы активировать депозиты Поэтому надежда только на вас Что ж, я посмотрю, что могу для вас сделать К сожалению, я ничем не могу вам помочь Актив зарубежный, ну, то есть он зарегистрирован через нашу фирму, но в филиале с другой юрисдикцией, попросту говоря, в офшоре Мне всего лишь нужно фискальное подтверждение за подписью должностного лица Я знаю, что это можно получить в любом филиале Соответственно, в вашем тоже Да, конечно, но это не в моей компетенции Его должен подписать директор филиала А он сейчас, к сожалению, в недельной командировке Печально Хорошо, мне будет достаточно просто увидеть этот актив в базе Это против правил компании Какие мы принципиальные Извините, Виктория, но такая солидная компания не смогла решить такой простой вопрос Постойте Давайте не будем принимать поспешных решений Думаю, что могу вам обещать в течение двух дней решить вашу проблему Для этого вы должны заполнить вот эту вот форму Это заявка в головной офис Так, фамилия, имя, адрес Нет Адрес мы не даем Клиент под государственной защитой Без заполнения всех граф заявка вводит недействительную Это секретная информация Послушайте У нас солидная фирма Поверьте Мы умеем хранить секрет Это действительно солидная компания Отец ей доверял А мне нужны деньги Ладно Под вашу ответственность Да, без проблем Пишите адрес Ручку Хорошо Георгиевич А где ты таких слов понабрался Экономических Фискальное подтверждение Обеспечение долга У Абэповцев мастер-клад взял Но весь клюнул Ну да, мне кажется, получилось органично Вань, что там в хвост? Висит Этот Никифоров грамотно пасет Зачем ему следить за нами? Мы же адрес дали А проверить Вдруг провокация Чтобы грамотно устранить человека Нужна серьезная подготовка Ой, давайте без этих подробностей А то я скоро смогу писать пособие По покушению Ты отлично справилась со своей ролью Дмитрий Геннадьевич Посети приехали И хвост на месте Отлично Поворачивай Охранник СИЗО Лукьянов Уверял, что сам заказал Анатолия Савельева Ну, из-за того, что тот убил офицеров полиции Но мы проверили его биллинг В день убийства он звонил некому Рябцеву То есть вы хотите сказать криминальному авторитету любому? Совершенно верно Именно это я и хочу сказать То есть заказчик убийства не Грачев Так что Никитин здесь совершенно ни при чем Никитина надо выпускать Товарищ полковник Вон он, этот крендель Мутный он какой-то Походу, опять облом Видишь, бебель какой-то собрал Ну, посмотрим Пойдем ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Ну что? Послезавтра мы снова Габарановы? А что? Понравилось провоцировать преступников? Да то! Это интереснее, чем салоны красоты Приключения еще не закончились Так что дитяность не терять К окнам не подходить Да, умеете вы испортить настроение Георгиевич, если мы правы Вика завтра на свободе А наш криминальный дуэт за решеткой Убивать Вику наверняка придет один Никифоров Его мы возьмем с поличной А вот Баранова привлечь будет сложнее За него фирма может ступиться Чтобы сберечь свою репутацию Ну как же так? Ну он же главный Он все придумал Мы его дожмем Его махинации вскроются Как только дело введет до выплат Значит, они попытаются Как можно скорее устранить Вику И это хорошо Когда время поджимает Люди чаще ошибаются Ну что? Может сейчас к Дмитровой приехал? А торт с цветами зачем? Ну что, клеится к ней? Не знаю Конспиратор хренов Ну так, что делать было? Сидим, ждем, что Нарыли что-нибудь? Вы можете быть свободны Я же говорил Но это пока Вы отстранены от должности Из города не выезжать Вот постановление Ваше руководство уже в помощи ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА ВЫСТРЕЛ Стоять! Не двигаться! Руки! 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 И не дергайся! Тебе это не поможет. Это им не поможет. Кому? Куклам, которых ты стрелял? Суки, как ложка развели. Ну что, Баранов, так и будем молчать? Я же сказал, что без адвокатов я буду разговаривать разве что о погоде. Ну и где ваши адвокаты в это прекрасное солнечное утро? Когда они подъедут, ваше утро будет гораздо менее прекрасным. В компании Грис и сыновья самые лучшие адвокаты, и они камня на камне не оставят от этих ваших грязных инсинуаций. Вы попросту потеряете работу. Но вы-то своей уже лишились. Вашей солидной компании не нужны сотрудники, которые занимаются такими делами. Вот это прислал ваш работодатель полчаса назад. Это фальшивка. Я отдал этой компании 10 лет жизни. Слушайте, Баранов, пора признаться. Вы же с другом заранее договорились, что он все берет на себя. А вы обеспечиваете помощь. Юридическую и прочую. Разве не так? Вот, посмотрите, Никифоров, конечно, признался, что он убивал, похищал. Но вы же понимаете, что в махинациях с деньгами клиентов он не возьмет все на себя при всем желании. Ну, просто-напросто никто не поверит. Это же очевидно, что вы организаторы преступной группы. И срок получите больше, чем исполнитель Никифоров. Баранов, в твоих интересах сотрудничает со следствием. Ладно, я обеспечил юридическое сопровождение всех сделок Шпалы на его офшорных счетах. И знал, какие там лежат деньжища. И вы решили их украсть? Я что, сумасшедший? Нет, временно одолжил, так сказать, для выгодных вложений. В биткоины, что ли, вложился? Вот, чтобы я вложился в биткоины, сейчас был бы миллиардером. Нет, мы взяли акции, потом биржа рухнула. А у нас плечо один к десяти. Короче, мы обанкротились. Одним словом, такие деньги вернуть не в состоянии. Мы думали, что Шпалы не скоро хватит со своих денег, и мы успеем что-нибудь придумать. Но на днях он заявился и решил устроить полную ревизию. Вот Никифоров его и взорвал. А дочку промахнулся. Вот и пришлось бегать за барышней. Даже вопреки здравому смыслу. Как-то легко у вас это все получается. Взрываете, охотитесь. Прям настоящие киллеры. А что нам было делать? Шпал бы убил нас, даже глазом не моргнул. У нас не было выбора. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Неужели ты не понимаешь? Денег твоего отца больше нет. Тебе придется привыкать к скромной жизни. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Сереж, это ты не понимаешь. Я свободный человек. Я теперь могу делать то, что я хочу. Ходить, куда я хочу. Общаться с кем я хочу. У меня новая жизнь. Ладно. Значит, обед с Даниловым. Ужин со мной. Адрес пришлешь. Приятного аппетита. Спасибо. Извини, опоздал. Я рада, что ты вообще пришел. Хорошо выглядишь. Спасибо. У меня к тебе разговор. Давай сначала что-нибудь закажем. Не надо. Пожалуйста, ваше меню. Может быть, напитки желаете заказать? Не надо. Ну так, я угощаю. Нам нужно отпраздновать. Молодой человек, извините, нам ничего не нужно. Я пришел попрощаться. Почему? Я ведь прекрасно понимаю, что происходит. Я не дурак. Мы не можем быть вместе. Потому что ты мент? И вся эта ситуация бросает тень на твою кристально чистую карьеру, да? Нет. Во-первых, мы разные. Во-вторых, у тебя есть жених Чигаса. А в-третьих, ты уже решил, да? Как я должна жить, что я должна делать. Только есть один момент. Я больше не по твоей охране. Я свободный человек. А Ленька? Он мне рассказал, что стрелял вот такого. Ты понимаешь, что если бы его не остановили, он бы убил его. Убил человека, понимаешь? Эй-эй-эй. Святая нашлась. А до этого, значит, ты не знала, что он в банде у твоего отца? Знала. Ну, никогда об этом не задумывалась. А сейчас? Ну, что, побывала под пулями и взглянула на мир иначе? Да. На Леньку. На тебя. На нас с тобой. Ну, и в-третьих, я все-таки договорю. Я женат. Что? Я за тебя замуж не собираюсь? Знаешь что, Кольцов? Я тут поняла одну очень важную вещь. Жизнь, она может оборваться в любую секунду, в любой момент. Но так, значит, нужно наслаждаться этим моментом. Тебя тянет ко мне, меня к тебе. В чем проблема? Я же скоро уеду, и ты меня больше никогда не увидишь. Субтитры подогнал «Симон»! НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА А вот, похоже, наш ментяра, Дмитриев. НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА Дежурный, вижу, как вооруженные люди преследуют человека. Пришлите наряд. Срочно! НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА Стас, а ты как здесь? Меньше вопрос задал их за мной. НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Давай с вас быстро! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Полиция! Сука, уходим. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Полиция приехала. Давай сюда. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ты как здесь оказался? Только не говори, что случайно. А ты? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я здесь в охране работаю пару дней, как. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Стас, что происходит? Ты знаешь? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Долгую историю. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ты зачем квартиру засветил? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Хоть бы предупредил, что к Лене собираешься. Такое место хорошее было, теперь менять придется. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это не я ее засветил. Ага. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Если бы они меня пасли, они бы сразу напали. Так чего они ждали? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Логично. Кто тогда? Доктор? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Этот мог. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Георгиевича стоит, но сам же сказал, место хорошее. Плюс Вадик в охране, если что, подстрахует. Ты что, доверяешь Шедорчуку? Забыл, что он из твоего отдела? Ну... Вообще-то он меня сегодня от Грачевских спас. Это не снимает с него подозрения. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Заходим. Каталку готовьте. ЖЭС! Нашли девушку. Пульс есть без сознания. Прием. Понял. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Менты, походу, эту бабу как приманку для нас держат. Грач, второй раз туда соваться вообще не вариант. Что, предлагаешь плюнуть, забыть? Дальше поехали? Не знаю. Думать надо. А, думать? Валить надо отсюда. Вдвоем одного мента не могли звать. Князь обещал новые документы подогнать. Получим и валим отсюда. Нахрен! Ну, звоните Васильеву. Чего вы все время мне-то звоните? Вы без меня вообще ничего не можете сделать? Ладно, я скоро буду в отделении. Так, у меня люди. Капитан Кольцов. Антонов. Майор Хозырев. Где наша подопечная? Там. Я попросил же вас не заходить. Мы только узнаете, как она. У нее тяжелое отравление продуктами горения и гематома от удара тупым тяжелым предметом по затылку. Ну, допросить-то ее можно? Нет. Она без сознания. Ясно. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Да, Антонов. Да. Отлично, отлично. Все тогда несите ко мне в кабинет. Ну, что, ждем, когда очнется? Ждем. А кто она? Анжела-то? Проститутка. Работала вместе с Быковым. Быков у нее был сутенером. Почему был? Ну, его убили вместе с Колпаковым сегодня. С тем самым? Да, с тем самым. Мы вообще считаем, что именно Колпаков был главной мишенью. А проститутку и сутенера убили, как свидетелей? Возможно. Но, скорее всего, что как ненужных исполнителей. Вероятно, она и Быков навели убийцы. С их-то профессией это не мудрено. Как-то версия отличная. Ага. Девочка в рубашке родилась. Я бы сказала, в простыне. Смешно. Так, у меня кое-какая информация есть на эту Анжелу. Поэтому, если вам это действительно нужно, то пойдемте со мной. Езжи. Я здесь. Ну, что, князь? Ксивы сделал? Абонент не доступен. Занят, похоже. Ну, может, еще раз набрать? А, еще раз набрать? Ну, вот. Еще раз набираю. Да ладно, что ты психуешь-то? Набранный вами номер не обслуживается. Видишь? Говорит, такой номер не обслуживается. Походу, кинул нас, князь. Что будем делать? Кобыле хрен приделать. Ну, собственно, вот. На самом деле, зовут ее Оксана Волкова. У Быкова работает уже два года. Родственники есть? Ну, из живых только отчим. Говорит, что ее лет 10 уже не видел. Да, показания я вижу. Подруги? Коллеги. Там вот есть список и первые показания, но я там ничего интересного не нашел. Извини. Антонов. Ясно. Ого, трешку снимает в центре. Ну, это обычное дело. Проститутка может себе позволить. Она снова учится. Могла ведь случайно под раздачу попасть. Случайно. У таких, как она, не бывает. У нее опасная профессия. Рядом всякая шварь вертится. Но если она все-таки не при делах? Убийца узнает, что она выжила, и сможет их описать. Ну, тогда защищай ее. Это же твоя прямая обязанность. Вот я и пытаюсь узнать о ней как можно больше, чтобы делать свою работу. Узнавай. Узнавай. У нас в отделе людей не хватает. Больше версий, чем сотрудников. Извини. Антонов. Ну, так поднимите всю транспортную полицию. Вокзалы, аэропорт. Делай, если ты знаешь, делай. О чем мы? Я займусь ей. Я вот не уверен, правильно ли это? Нормально. Я бывший опер. Копию сделать могу? Да, сделай. Извини. Антонов. Ну, молодцы. Все, этот готов. Где еще с нами? Так, здесь еще одна. И на черной лестнице два. Здорово, мужики. Я смотрю, вы решили основательно обосноваться. Камеры, датчики слежения в коридоре понаставили. А что происходит? По всей видимости, во время одного из ваших последних визитов за вами следили бандиты. Да, произошел один неприятный инцидент. Что-то с Леной? Нет, с ней все в порядке. Но поскольку безопасность нашей подопечной теперь связана с вашей, наше управление настоятельно рекомендует вам перейти под нашу защиту. Это надолго? Пока ей будет необходимо ваше врачебное наблюдение. Да-да, конечно. Ну, тогда занимайте вот эту квартиру как раз напротив апартаментов Елены Юрьевны. Ну, я из нее смогу выходить, да? Все перемещения вне квартиры только по согласованию с нами. Не знаю. Это несколько неожиданно. Нет, ну хорошо. Тогда нужно будет подписать документы. Чистая формальность. Да, и телефончик придется сдать. Прямо сейчас? Прямо сейчас. Симпатичный. Точно. Это распечатка телефонных звонков Оксаны за последнюю неделю. Нужно будет прозвонить. Ну, вот и прозвони. Хорошо. Мне сообщили, что она пришла в себя? Да. Ну, так значит, надо допросить? Врач сказал, что она еще очень слабая. Ну, тогда просто поговорим. За мной. Как вы себя чувствуете, Оксана? Ты можешь говорить? Кто на тебя напал? Напал? Нет. Кто вы? Я следователь Антонов. Это капитан Кольцов. Из отдела по защите свидетелей. Ну, чего ты молчишь? Ты боишься убийц? Убийц? Я ничего не помню. А что со мной случилось? На ваших глазах убили двух человек. Вас оглушили. Оглушили? За что? Ну, вот это мы и хотим выяснить. С кем ты была в сауне? В сауне? Ну? Я ничего не помню. Ты что дурку-то валяешь? Ты там была со своим сутенером Быковым. И с бизнесменом Колпаковым. Вы там развлекались. Потом пришли какие-то люди. Может, не надо так? Потом пришли какие-то люди. Начали стрелять. Убили мужчин. Ты бы пыталась убежать. Тебя вырубили. Ну? Вспоминай! Простите, меня очень болит голова. Я правда ничего не помню. Что ты из меня дурака-то делаешь? Уважаемый, давайте на сегодня остановимся. Больной нужно отдыхать. Продолжите допрос в другой раз. Спасибо. Не верится мне, что она ничего не помнит. Если бы вы поменяли тон допроса, был бы больше толка. В смысле? Это непробиваемый. Доктор, скажите нам откровенно, она действительно ничего не помнит? Ну, у нее сотрясение мозга, отравление угарным газом. Одним из тяжелых последствий посттравматического синдрома является потеря памяти. Угу. И надолго у нее это? Ну, последствия могут давать о себе знать на протяжении нескольких лет. Память, конечно, начнет возвращаться, но по заказу ответить на ваши вопросы она вряд ли сможет. Несколько лет. Вот это смешно. Удачи, мужики. Антонов слушает. А у вас все такие следователи? Да нет, только он один такой, с особенностями. Скажите, ей можно как-то помочь вернуть память? Ну, после того, как ее состояние стабилизируется, мы пригласим специалиста, ему и зададите эти вопросы. Ясно. Спасибо. У меня к вам просьба. Не беспокойте ее пока. Лучшее лекарство – это покой и сон. Постараемся. Да. Всего доброго. Несколько лет. Здорово. Привет, Нюр. Ну что, рассказывай. Как ты там? Что ты там? Ну, я работаю официанткой. И получачьи вы, но не такие большие, как вы. Чего пришла-то? Да я Оксанку ищу. А ты не знаешь? Нет. Они же с Быковым вчера в сауну уехали. Чего? Да. Быкова убили. Сауна сгорела, а про Оксанку вообще ничего не понятно. Мы все в больнице, все морки обзвонили. Ее нигде нет. Пипец. О, а это кто тут у нас? Никак поработать решила? Нет. Я Оксанку ищу. Нет ее. А ты мне, кстати, денег должна. Я тебе ничего не должна. Я все тебе отдала. А мне кажется, не все. Иди готовься. Да пошел ты. Иди, говорю. Отошел от меня. Работаете? Да. Главный? Допустим. Я с девочками поговорить могу? Только поговорить. Хочу пообщаться, понять, кого выбрать. Хорошо. Сейчас по двойному тарифу. Не проблема, разберемся. Повезло тебе. Девчонки, я насчет Оксаны Волковой. А кто это? Давайте нормально пообщаемся. Я хочу ей помочь. Ее убили. Не совсем так. Я бы сказал, она попала в сложную ситуацию. А что это ты вдруг решил уволиться? Да не вдруг, давно хотел. Но тут же вся вот эта катавасия началась. Дел нет. Штаны просиживаю. Да и семейные обстоятельства. Такие сложились, что... Ну, вы же знаете, меня сын не совсем здоров. Лечение стоило дорого. Пришлось квартиру продать. Ну, а сейчас живем в коммуналке. Она в работе служебной дает. Мебель, техника. Да так всем удобнее будет. Зарплата намного выше. Да и... Крайки скользящие. А цены вытаскивать? Надо. Очень не хочется разбрасываться хорошими специалистами. Ну, ладно. Так я будь и подпишу. Пока-пока. Спасибо. Спасибо. Да, спасибо. Не за что. Извините, до свидания. До свидания. Ну, что, я тут в отказ ушел? Угадал. А ты с женскими голосами попробуй. Смешно. Смешно. Алло. Доброе утро. Это Сергеев Константин Васильевич? Да. Из полиции беспокоит. Вам три дня назад звонила девушка. Вы ее можете знать под именем Оксаны или Анжела. Так, я на такие вопросы по телефону не отвечаю. Ну, как хотите. Тогда придется вас вызвать повесткой, и мы встретимся с Владимиром. Звонила мне Анжела, предлагала свои услуги, но я отказался. А откуда она знает ваш телефон? Ну, однажды я ее снимал. А вы, может... На. Да, как девочек, снимать-то тут все смелые. Как на вопросы ответить, все почему-то вымораживаются. А ты бы ответил ему. А я девочек не снимаю. Угу. Ну, ладно, еще один вопрос из, так сказать, общих понятий. Юбка, самолет, чашка, полиглот, электрон. Вам знакомы эти слова? Кажется, да. Полиглот – это тот, который знает много языков. А электрон... Это... Это что-то из физики. Угу. Простите, я очень устала. Да мы, собственно, уже и закончили. Думаю, на сегодня достаточно. Выздоравливайте. Спасибо. Давайте покажу, как нам-то звонится. Ну, давай. Вот. Доктор, что скажете? Ух, закаленная девушка, несмотря на пережитый шок, восстанавливается довольно быстро. Да. Другие в ее состоянии неделями в депрессии лежат. Не могут говорить. А что насчет амнезия? Ну, она на самом деле память потеряла или симулирует? Ну, сейчас сложно сказать, потому что слишком сильный эмоциональный фон. Но я склоняюсь к мысли, что амнезия естественная, настоящая. Почему? Ну, я же говорю, она очень быстро восстанавливается. Если бы она помнила мельчайшие детали этого ужасного преступления, то все происходило бы гораздо тяжелее. Ей как-то можно помочь восстановить память? Можно показать, попробовать ли какие-то старые фотографии или ее любимые вещи. Вот это уже интересно. Спасибо. Да не за что. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Да? Это капитан Кольцов. Вы не возражаете, если я заеду на квартиру к нашей Оксане? Зачем? Она попросила взять кое-какие вещи. Хорошо. Ключи участкового. Скажешь, я разрешил. Да, спасибо. Слушай, я отъеду на часовке, есть одна идея. Вываляй. Да. Добьешь оставшиеся номеры? Спасибо. Георгиевич, слушай, я все понимаю, к Лене мне нельзя. Но мы хотя бы по телефону с ней можем говорить? Нет. Почему? Потому что у нее нет телефона. Георгиевич, имей совесть. Ладно. Я скажу Логутину наперево чуть позже. Спасибо. Только не трезвонь каждые два часа. Заметала. А как докажешь, что она этим занимается? Живет тихо. Соседи на нее не жалуются. Да никаких проблем. Ну, девчонка зарабатывает как может. Так, если другим не мешает. Да и ладно. Не хило. Шикарная квартира для любовных у тех. Повезло ей, что соседи на чужих мужиков не жалуются. Так тут дело не в соседях. Просто у нас квартиры хитрые. В смысле? А это старые доходные дома купцов Тарасовых. Еще до революции. Стены толстые. Вот соседи не догадываются, что здесь происходит. Ясно. Мне нужно взять личные вещи, Аксаны. А, конечно, Антонов предупреждал. Можно в спаме посмотреть. Еще в советское время в каких-то квартирах перепланировку сделали. Ну, кое-где черный ход и остался. А здесь черный ход есть? А пойдем покажу. На кухне. Да, пойдем. Вот он, черный ход. А куда он ведет? Ну, как обычно, на задний двор. А ключи? А ключей нет. Закрыты на глухую. Ясно. Ладно, пойдем. Спасибо за помощь. Да не за что. Посмотри внимательно на эти вещи. Кажется, что-то знакомым. Странно. Это мои вещи. Да. Если честно, вообще никаких ассоциаций. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Что-то вспомнила? Да, кажется, это полотенце мама вышивала. Мы с ней жили вдвоем. Давно. Где? В Петербурге? Нет. Какой-то маленький городок. А название? Я помню. На, вот и глянь. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Это с мамой. А это, кажется, мы с мамой в цирке. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Что случилось? Это кто рядом? Не помню. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Ладно. Давай посмотрим дальше. Может, ты еще кого-то вспомнишь. Нет, вы знаете, у меня так развалилась голова. Можно я побуду одна? Да, конечно. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Оставьте меня, не забирайте вещи. Пусть они тоже побудут. Хорошо, если что, я за дверью. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Боря, привет. Это Кольцов. Дай мне с Леной поговорить. Елена Юрьевна, вас. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Алло. Любимая, привет. Стас, дорогой, с тобой все в порядке? Да, все хорошо. Мне сказали, на тебя напали. В рот. Я очень волновалась. Ты будь, пожалуйста, осторожней. Смотрите, что у меня есть. Чайку попьем? Вы чайник поставьте, я пока руки помню. А кто там? Это доктор. А что он у тебя делает? Просто зашел в гости. С каких это пор он просто заходит в гости? Стас, перестань, пожалуйста. Доктор тоже находится под защитой, как и я. Его поселили в соседней квартире. Ясно. А что тебе ясно? И вообще, это я должна задавать вопросы? Когда все это закончится? Лена, когда поймают бандитов, которые тебя ранили. Если их никогда не поймают. Лена, не говори ерунду. Почему ерунду? Тебе легко говорить, это ты на свободе, а я фактически в тюрьме. Это я под постоянным контролем, а ты там неизвестно где, неизвестно с кем. Это неконструктивный разговор. Извини, мне нужно работать, я перезвоню. Ничего нового. Ну что, какие прогнозы? Пациентка быстро поправляется. То есть вы не против, если мы заберем ее из больницы? Напротив. Я думаю, это пойдет ей только на пользу. Ну что, отлично, вечером-то есть. Что, забираете вашу подопечную? Ей стало лучше? Лучше ты стала. Такую убийцу она все равно не помнит. Не помнит? Или притворяется, что не помнит? Психиатр говорит, амнезия настоящая. Ладно, мужики, забирайте, только смотрите за ней в оба. Она у меня в одном флаконе и потерпевшая, и подозреваемая. Так что не дай бог мне с ней поговорить надо. Аккуратнее там. Не учи ученого. Удивительный человек. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Проходи. Располагайся. Значит, там у нас хвана туалет, там будет твоя комната. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА А долго я буду здесь жить? Пока мы не устраним опасность, которая тебе угрожает. Опасность от кого? Да я поняла, я сама должна вспомнить. Правильно. Но пока ничего не вспоминается. Ты составь список простых вопросов. Вспомни, я там кого-нибудь из близких. Не знаю. Мне кажется, что у меня вообще никого нет. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Пойду поджать, куплю что-нибудь. Сергей? У? У меня так раскалывается голова. Можно я пойду прилягу? ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Да, хорошо. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА 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 Аксана. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Как я здесь оказалась? Ты ходила во сне? А еще... я не знаю. Раньше такое было? Нет, не было. Не помню. Сергей, я не знаю, что происходит, когда это все закончится. А, я так устала. Ну что, как она? Она только что ходила во сне. Да ты что? Угу. Надо ее врачу рассказать. Сейчас поеду, поговорю. Слушай, а ты не думаешь, что она нас разводит? Ну, может быть. Если это так, давай виды мне показывать. Подыграем. Хорошо. Я уехал. Оксан. Оксан. У тебя все в порядке? Да. Чаю хочешь? Нет, спасибо. Ну, смотри, если передумаешь, что там есть. Ромашковый. Ну, чисто теоретически, сильный стресс может привести к лунатизму. Но в моей практике такого не случалось. То есть, либо она симулирует, либо... Доктор, скажите, а ей могло стать хуже из-за того, что я ей показал старую фотографию? Да, в принципе, могло. Но это скорее не ухудшение, а обострение. И это даже неплохо. Потому что если девушку не тормоши сейчас, она может застрять в посттравматическом синдроме, а там до невроза недалеко. Значит, нужно ее тормошить дальше. Да, нужно найти что-то, что напомнит ей о подростковой травме. Нужно Оксану столкнуть с ее детством. Старые вещи, фотографии дома, имена друзей, все что угодно. Понял. А вы не хотите приехать лично за ней понаблюдать? Нам нужно точно понимать, симулирует она или нет. Случай, конечно, любопытный. Думаете, мне позволят? Этот вопрос мы точно решим. Я с удовольствием. Съезжу в Кировск. Зачем? Это родной город Оксаны. Поговорю с Сочи вон. Следствие, я вас же допрашивал. Судя по протоколу, допрос был формальный. Я к чему? К началу дежурства могу не вернуться. Страхую. Тебе не кажется, что ты слишком много суеты развел, как этой Оксаны? Пусть следователь за ней будет. Ага. Видел я его методы. Общение с людьми не его конек. Оксана идет в глухую защиту, вообще ничего не узнаем. А ты у нас, значит, добрый полицейский. Свидетель должен дать показания, а не соскочить в самый ответственный момент. А я всячески должен этому способствовать. Вот я уже не раз говорил Горбатого могилой исправить. А вообще, как продвигается розыск Грачева? Думаю, ты понимаешь, мне не докладывать. Ну, может, я могу как-то помочь. Зачем ты поможешь? Расследование ведут грамотные люди. Может, меня забрать Лену и свалить куда подальше? А ты уверен, что Грач тебе не ослепит? Вот и я не уверен. Лена должна оставаться под защитой, пока все не закончится. А вы доктора зачем к ней поселили? Ты совсем дурак, что ли? Во-первых, он в соседней квартире. Во-вторых, там круглосуточная охрана. Не выдумывай всякой ерунды. Я уехал. Заплатишь. Мозги проветри. Ну, что, выяснил? Из Сизума Лява пришла. Толена порешили по приказу Римбова. Это точно? Точно. Человек верный сказал. Ну, Рябой. Ну, корешок. Не ожидал. Ты найди его. Скажи ему. Очень он меня расстроил. КОНЕЦ КОНЕЦ Я из полиции. Капитан Кольцов. Я по поводу вашей падчерицы. Про курсанку? Я уже все вашим рассказал. Сбежала жаловая-то? Лет десять как? Больше мне нечего сказать. Капитан. Че тебе надо, а? Ты предъявить мне что-то хочешь? Бумагу покажи. Нет бумаги? Да сведусь, паровоз. Но ведь остались какие-то вещи. Игрушки, школьные тетради. Выбросил я все, как она сбежала. Ты это, руку убери. А то неприкосновенное жилище нарушаешь. И вообще... 51-я статья. Вот так. Так, 32-я квартира. Вера Михайловна Волкова. Жила тут даже с 90-го года. Сначала одна, потом с дочерью Оксаной. Отец? Неизвестен. В мае 2003-го вышла замуж за Виталия Карпухова и прописала его на свою жилплощадь. Помню эту сладкую парочку. Муж орет, жена плачет. Девчонка в истерике бьется. Соседи постоянно вызывали. Виталий Веру бил, а она отказывала заявление писать. Ходила в синяках, а говорила, что упала. Год они всего прожили. А потом? Инсульт. Молодая она еще была. Оксана пропала после смерти мамы. Почти сразу. Отчим заявление принес. Дело возбудили, но так и не нашли. И Виталий остался хозяином чужой квартиры. Да, мутная история. Но придраться не к чему. Все вроде по закону. Хотя, ты знаешь, мне этот Виталий очень подозрителен. Почему? Ну как? Нигде не работает, а деньги имеются. Машину новую купил. Откуда? Извини, все, что знал, я сказал. Больше нечего добавить. Да? Ладно, Изавица, спасибо. Счастливо. Давай. Пока. Не дергайся. Выходим. Ты чего, чувачок? Хату мою решил отжечь? Нет. Я просто хотел попросить что-то из вещей вашей почерицы. Ты чего гонишь, а? У тебя даже ксива левая. А ну-ка, дай ее сюда. Только медленно. Не дергайся. Управление по обеспечению безопасности лиц, подлежащих государственной защите. Что за фуфло? Программа по защите свидетелей. Слышал? Ты чего гонишь? Какая еще программа, а? Ты знаешь, какая у меня крыша? Ты ксанкой все зубы от нее обломайся, ясно? Ясно, ясно. Успокойся, я сейчас все расскажу. У тебя 10 секунд. Да я за 5 управляюсь. А теперь ты не дергайся. Пыталась отдохнуть, но уснуть не удалось. Как сочувствуете? Бывало и лучше. Расскажите, что-нибудь интересное. А у меня ничего интересного нет. Да ладно. Вы же на такой классной работе работаете. Наверняка там были какие-то интересные случаи. Нет. Ну, а в свободное время вы чем занимаетесь? На рыбалку я ищу. Да ладно. Я тоже люблю рыбалку. Недавно вот щуку на 6 килограмма вытащил. Офигеть. Сначала думал зацеп. Потом минут 20 вытаскивал. Ну, как? Съел. Такого прикольного, Игорь. Пойду щуку поставлю. С ромашкой. Итак, в вашей квартире обнаружен тайник. Присутствию понятых составлен протокол на изъятие. Данные, деньги и вещи принадлежат вам? Дедушкино наследство. Угу. Дедушка драгоценности любил. Вот эту бирюльку я на прошлой неделе в ориентировке видел. Похоже, тут база по скупке краденого. Плюс нападение на сотрудника. Влип ты, Карпухов? И как мы тебя раньше-то не взяли? Это Оксана? Да. Я возьму? Зачем она тебе? Это личная игрушка его поочередца. Она болеет, просила привезти. Ну, хорошо, забирай. Всего доброго. Итак, продолжим. Привет. Как тут вас дела? Да нормально, все в порядке. Как говорится, под постоянным медицинским наблюдением. Елена Юрьевна, добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте, доктор. Здравствуйте. Не ожидала вас тут увидеть. Да вот, Елена Юрьевна с утра почувствовала недомогание, попросила зайти. Недомогание? Странно. Мне кажется, Елена Юрьевна прекрасно выглядит. Спасибо. Нет, правда. Прямо похорошели. Если бы не были замужем, влюбился бы. Спасибо доктору. Да, спасибо доктору за постоянную опеку. Забота о пациентах мой долг. Угу. Я уверен, что ситуация скоро закончится, и Елена Юрьевна наконец может вернуться к мужу. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Полистай дальше, там есть фотографии с квартиры. Тут все как-то по-другому. Не так, как я помню. Кое-что из твоего детства я там нашел. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Я без него даже никогда не засыпала. Обалдеть. Спасибо. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Это, пожалуйста, не видишь, а что-то вспоминаешь. Как ты уехал из этой квартиры? Как оказалось в Питере? И что ты тут делаешь? ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Ладно, прорвемся. Неупертый. Я что-нибудь найду, чтобы вернуть тебе память. Что-то не так? Все нормально. Просто голова немного распылилась. Я думаю, что на сегодня достаточно, наверное. А может быть, наоборот? Вы отвезете меня в мою питерскую квартиру, я осмотрюсь. Вдруг что-то вспомню. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Ну, попробую организовать. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Узнаешь дом? Вроде нет. Пойдемте в квартиру. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Доброе утро! ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Это точно мои вещи? Во всей видимости, да. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Вы не против? Я бы хотела сходить в ванную комнату, чтобы собрать средства личной гигиены. Да, хорошо. Что скажете? Ну, что тут скажешь? Некоторые вещи она явно узнает. Это видно по идиосоматике. Реакция зрачка, изменение дыхания. Выходит, она нас обманывает. Это возможно. Хотя это может быть просто борьба между подсознанием и сознанием. Она подсознательно узнает некоторые вещи, но сознание блокирует узнавание. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Это как? Руки помнят, а голова отказывается? Ну, что-то типа этого. Но все равно хорошо, что мы сюда приехали. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Санна. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Извините. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... Продолжение следует... Давай за Желтым Купером. Почему ты уверен, что она именно в этой цели? Я заметил, как она среагировала на машину, когда мы к дому подходили. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Сергей Александрович, как так получилось, что мы не в курсе, что Федорчук служил вместе с человеком по фамилии Дмитриев? Так я проверял связи с Грачевым, а Дмитриев фамилия распространенная, не факт, что это наш. Может быть, может быть, может быть. Знаешь что, наведи-ка мне справочка о капитане Кольцове. Хорошо, а кто это? Новый сотрудник отдела по защите свидетелей. Ну, здорово. Вчера Лену видел? Как она? Идет на поправку. Настроение отличное. Конечно, у нее настроение отличное. Этот доктор круглые сутки возле нее крутится. Слушай, прекрати. Ты видел этого доктора? Видел. А хотя... Хочешь, дам тебе совет. Когда все это закончится, начни, наконец, ухаживать за своей женой. В смысле? В прямом. Забыл, как это делается? Покажи ей, что ты ее любишь. Ты серьезно? Ладно, все. Давай к делу. Значит, память о Коксане вернулась. Если она вообще ее теряла. Выходит, она может иметь отношение к убийцам? Быть соучастницей? Ты прав. Но по суде сам. Перевезем мы ее в СИЗО. И сколько ей останется жить? Ну, считанные дни после того, как убийца Колпакова и Быкова об этом узнают. Они разбираться не будут, рассказала она что-то следователю или нет. И что ты предлагаешь? Георгиевич, дай мне пару дней. Ну, не хочу я Оксану отдавать Антонову. Я сам разберусь в этом деле. Ну, может, она вообще не виновата. Все, кто в курсе этого дела, будут молчать. Я договорился. Ладно. Ну, если не раскрутишь ее на сотрудничество, передавай следователю. Отлично. Извини. Любовь, напоминя. Да. Есть новости про Оксану? Память вернулась? Пока нет. Что-нибудь, нарыл бы ее окружение? В процессе. Тольцов, ты не темнишь там, а? Товарищ следователь, как только появится новая данная, вы узнаете об этом немедленно. Надеюсь. Елена Юрьевна, к вам доктор? Пусть заходит. Если что-то понадобится, зовите. Ага. Еленаичка, я, кажется, зарядку где-то оставил. Да, вот она. Я не вовремя. Почему? Такой шикарный стол. Для мужа? Для нас. Как раз собиралась вам звонить. Поужинайте со мной. Неожиданно. Люблю готовить, а здесь некому. Так что поешьте, хоть мы ее стряпнем. С удовольствием. А на завтра знаете, что придумала? Курицу в сливочном соусе и борщ. Любите борщ? Леночка, я с радостью попробую все, что вы приготовите. Класс. Утром составлю список продуктов. Ну, а что нам тут еще делать, правильно? Я вот думаю, в конце нашего заточения сумели протиснуться сквозь дверной проем. Может, это прозвучит странно, но я очень рада, что вы теперь рядом. Я тоже. Ну что, вернемся к началу нашей грустной истории. Следователь оказался прав. И ты не просто свидетель. Ты соучастница убийства. Ну, а точнее, наводчица. Ты поэтому попыталась бежать? Молчи. Статья 308 УК РФ. Отказ свидетеля или потерпевшего от дачи показаний. Если даже убрать наши подозрения, то ты все равно совершаешь уголовно наказуемое деяние. Оксана, это ты навела убийц и поэтому боишься наказания? ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА Ладно. Следующая не менее увлекательная статья. Номер 40. Часть первая. Сделка со следствием. Оксана, иди почитай, я открою дверь. Иди. Кто? Годель. Ну, что? Как она? Молчит? Ну, что? Не понимаешь, что из потерпевшей станет обвиняемой? Да я пытаюсь ей объяснить, но пока. Я сейчас пойду объяснить. Не-не-не, подожди. Она вроде клюнула. Я ей ноутбук подсуну. Посмотрим, что она там наколдует. Хорошая идея. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну что, прочла? Да. Выводы сделала? Сделала. У меня разболелась голова, я очень бы хотела пойти при лече. Неплохо. Ну, иди. Ну, что, морщику? Угу. Сейчас узнаем, чем тут занималась Оксана. Горячий. Горячий. Зашла на почтовый сервер и что-то отправила. Ну, а как ты, не зная ни адреса, ни пароля, залезешь в ее ящик? А у меня интересная программка стоит. Фиксирует весь исходящий трафик. Это, видимо, ее на ящик Алла... Алла-Киса-1995. А как по адресу электронной почты? Ты человека найдешь. А мы сейчас зайдем на сервер под моим логином и запустим поиск по людям. Вот и она. Алла Жаркова и фото имеется. Осталось пробить по глазам. Ты где это у меня учился? Хакера, которого мы охраняли, помнишь? Да. А вот это он мне программку установил. Так, адрес есть. Нужно съездить, познакомиться. Товарищ подполковник. Да, это Козырев. Кольцову замену нужна. Спасибо, что согласились со мной поговорить. Но вы же из полиции, вы сказали, что это важно. Да, это связано с Оксаной Волковой. Я не знаю. Такое впервые слышу. Врать вы не умеете. Ну, смотрите. У меня есть доказательства, что она переписывается с вами по электронной почте. Завтра я получу санкции прокурора на доступ к вашему электронному ящику. После чего я буду с вами разговаривать не как со свидетельницей, а как с подозреваемой. В чем? В препятствии правосудию. Ну, ничего не препятствую. Просто, правда, ничего не знаю про Оксану. Ну, а сейчас вы утверждаете, что знакомы, только ничего о ней не знаете. Я ничего такого не говорила. Хотите, я расскажу, что с ней? Она попала в беду. Мы ее охраняем. Помогите нам ее защитить. Я не могу. Или не хотите? Алла, помоги ему, а? Оксанка, походу, реально вляпалась очень сильно. А он мужик нормальный. Я уже его видела. А тебя я помню. Привет. Здрасте. Вы откуда Оксану знаете? Так жили когда-то в Кировске в одном доме. А Нюр, племянница моя, приехала в Питер. Прошлой осенью пыталась поступить. Понятно. Я упрашивала ее домой вернуться. Ну, куда-то. Какой домой? Что там делать, а? А тут жизнь. Тут вообще-то так круто можно устроить. Вот ты и устроилась. У вас скоро услуги. Хорошо, что Оксанка ее пожалела. Помогла бы купиться от сутенеров. Нюрка ко мне в кафешку устроилась. Теперь на пару официантками работаем. В общем, вернула мне племянницу. Я так благодарна была. Спрашивала, чем платить смогу. Сказала, сочтимся. А сегодня, насколько я понимаю, напомнила о долге. Да, она мне сегодня такое странное письмо прислала. Найди 50 тысяч. Одежду для меня. Если буду спрашивать, никому ничего не говори. Что это значит? Это значит, что она вновь попытается сбежать от полиции. А вас, милая дама, сделает сообщницами. Что делать? В первую очередь, если будет звонить, трубку сразу не берите. Перезвоните мне. Ну, а теперь рассказывайте все, что вы знаете об Оксане. Чем быстрее мы поймем, что она скрывает, тем быстрее все закончится и для вас, и для нее. Ну, Оксанка Випов обслуживает. А Быков ей даже отдельную квартиру снял с отдельным выходом. Что за Випа? Ну, там... Она много кого называла, я просто всех не запомнила. Только тех, кто в новостях как-то влекал. Ну, например, судья Павлов. Там еще бизнесмен такой крутой, Ковалев. И Владимиров, он вроде чиновник. Уточню. Угу. Благодарю за то, что приехал, Рябе. Ну, а как я мог не приехать? Вышел, у тебя проблемы. Со своими проблемами я сам разберусь. Вот от тебя такой подлянки не ожидал. Ты о чем? Ты же моего человека убил. Толик меня от ментов спас. Нехорошо вышло, Рябе. Понимаешь, Грач, мне князь сказал. Но не мог я ему отказать. Ну, а мне не откажешь, если я тебя попрошу кое-чего? По всем понятиям, должок за тобой. Что ты хочешь? Надо пробить одного мента по банковскому счету. Он хитрый, падла. Следы путает. Была у меня ниточка, но оборвалась. У тебя же среди банкиров подвязки. Ну, что, поможешь? Помогу. Не вопрос. Мы же должны друг другу помогать. Заодно и должок мой спишем. Все правильно говоришь. Вот здесь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Что-то долго ваш босс обедает? Ну, так надо он и босс. И вообще с таким тестем, как у Ковалева, можно никого не бояться. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А кто у него есть? А вы не знаете? Нет. Так председатель совета директоров. Да вы что? Да, вы думали, как он так высоко забрался. Женился на дочке самого главного босса. А может, у них любовь? Ой, какая любовь? Она старая, толстая и тупая. На такой жениться только за карьеру. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Видимо, у Ковалева плохо со зрением, раз он не рассмотрел такую красоту рядом, как вы. Да ну вы. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Владимир Леонидович, это к вам, мы из полиции. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Капитан Кольцов. Управление по обеспечению безопасности лиц, подлежащих государственной защите. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Прошу. И что от меня нужна полиция? У меня есть информация, что в прошлом году вы подписали крайне невыгодный контракт для вашей фирмы. Это бизнес? Все риски учесть невозможно. Я понимаю, но этот контракт нанес весомый ущерб председателю совета директоров, вашему тестью. Я не понимаю. Вам какое до этого дело? Ну, странно все это. Вы подписываете контракт, тем самым подставляя своего тестя, которому, насколько я понимаю, вы очень обязаны. С чего бы это? Так, мне нужно работать. Не смею вас больше задерживать. Последний вопрос. Да сколько можно? Отстаньте от меня. Я сделал все, что от меня требовали. А что от вас требовали? Да ничего. И девушку я эту вижу впервые. И не понимаю, что вы от меня хотите. Вы меня обвиняете в чем-то? Тогда я сейчас же позвоню своему адвокату. Успокойтесь, я вас ни в чем не обвиняю. Все, что я хотел узнать, я выяснил. Всего доброго. Хорошего дня. Спасибо. Владимир Леонидович, может, чаю с Мелиссой, как обычно? Дверь закрой. Хорошо. Господин Павлов, можно на пару слов? Что вы хотели? Капитан Кольцов, полгода назад вы вынесли оправдательный приговор гражданину Рябцеву. Если это и есть ваш вопрос... Нет, вопрос у меня в другом. Не связано ли ваше решение с этой девушкой? Впервые вижу. Если хотите меня в чем-то обвинить, то это к генеральному прокурору. Прощайте. Еще один. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Кто там? Капитан Кольцов, я из полиции. Мне нужен Петр Алексеевич Владимиров. Его нет. А когда он будет? Не знаю. Скажите ему, что я хотел поговорить по поводу Анжелы. Если можно, пусть он мне перезвонит. Вот, я вот здесь визиточку оставлю. Проходите. Петр Алексеевич вас ждет. Стакого должен. Вас должны были предупредить, что я приду. Предупреждали, предупреждали. Ну, как? Самочувствие? Голова немного поболеет. Ну, ты все вспомнила? Точно? Что-то я тебе не верю. Доктор говорит, что должно пройти какое-то время. Доктор говорит, что я не верю. Знаешь что, а я и твоему доктору не верю. Если ты в ближайшее время не вспомнишь детали убийства, я назначу другого психиатра. Если выяснится, что вы тут вдруг из меня дурачка делаете, можно полегче, а? Можно и полегче. Но если она будет препятствовать в расследовании особо опасного преступления, тогда ни о каком полегче и речи быть не может. Как вспомнишь, сразу же сообщи мне. Итак, господин Кольцов, слушаю вас. Полгода назад в интернет выпало видео, где вы, так сказать, в откровенной ситуации с девицей легкого поведения. В результате вы не прошли в дому, испортили себе карьеру. И семейную жизнь. После этого жена от меня ушла, а дочь перестала со мной общаться. Какие у вас ко мне вопросы? Скажите честно, вас шантажировали этим видео? Да. Шантажировали умело. Улик не оставляли. Поэтому в полицию было обращаться бессмысленно. Я так понимаю, на шантаж вы не поддались? Шантажиста нужно сразу посылать. Иначе потом всю жизнь будешь сидеть на крючке. Уважаю ваш выбор. Ну, а вы не пытались как-то самостоятельно наказать этих людей? Не по закону, а по справедливости. Месть. Глупое занятие, молодой человек. Грязное. Не хочу пачкаться. Да и как мне было до них добраться? Например, через девушку он жил. Она ведь наверняка была связана с теми, кто вас шантажировал. Возможно. Но сейчас я хочу восстановить отношения к семье. Вернуть себе репутацию. А не гоняться за этими ублюдками. Понятно. Вы в курсе, что недавно один из шантажистов, некто Быков погиб. Пристрелили в баню. Да. Вот видите. Значит, есть высшая справедливость. И все же, чем я могу быть вам полезен? Проститутка Анжела едва не погибла вместе с ним. Правда? Бедная девочка. Ну да. Она выжила. Правда, из-под охраны она сбежала. Она с вами случайно не связывалась? Нет. С чего бы это? Я видел ее один раз в жизни. Мне этого хватило. Это было как раз, когда снимали это видео. Спасибо за информацию. Извиниться за беспокойство. Проводи. Всего доброго. Думаю, Быков не просто подкладывал Оксану своим ВИП-клиентам, а делал записи их развлечений, чтобы потом шантажировать. Да, веселая парочка. Нашли друг друга. В общем, я считаю, что Быкова убил кто-то из обиженных клиентов. А что? Вполне может быть. И скорее всего, это Владимиров. Почему? Ну смотри, сначала он не хотел меня пускать. А когда я упомянул имя Анжелы, ну, нашей Оксаны, он меня впустил. Почему? Хотел и выяснить, что мы про нее знаем. Особенно о ее связи с Быковым. Допустим. Еще Владимиров сказал, что ничего не знает о смерти Быкова. Но, по всей видимости, был в курсе и очень этому радовался. И занервничал, когда я сказал, что Оксана выжила. Но улик против него нет. Прямых нет. Голос охранника мне показался знакомым, а потом я вспомнил, где я его слышал. И где? Когда прозванивал номера для телефонной распечатки Оксана. Вряд ли это совпаляние. Конечно. И очень хорошо ложится под версию, что именно Владимирову Оксана помогла в убийстве. Но все равно эта зона косвенная улика. Ну, хоть что-то. Ладно, буду дальше. Может быть, пора сказать Антонову, что Оксана все вспомнила? Нет, мы поступим иначе. Выспокойно. Я навел справки о Кольцове. Типичные документы прикрытия. Взялся из ниоткуда сразу после гибели Андреева и Стрельникова. Что? Вот я и нашел тебя, Станислав Дмитриев. И какие наши действия? Войдем в контакт. Постараемся использовать для поиска крыс. Почему опять один? Да не прислал Соколов никого. Ну да, Бельщенко и Данилов с утра были, уехали. Как Оксана? Да вроде нормально отдыхает. Знаешь, у меня такой красивый подопечный еще ни разу не было. А, что узнать? Павлов, Ковалев, Владимиров. Да, хорошо. Да, пойду спрошу. Ну, конечно, аккуратно. Давай. Да-да. Оксана, не помешаю? Нет, конечно. Проходи, садись. Спасибо. Я тут, знаешь, долго думал, ну, о твоем побеге. Ну, куда бы ты побежала? Кто бы тебе помог? Ты прав, ты прав. Это было глупо с моей стороны. Очень опрометчивый поступок. Я еще хотел сказать себе. Это не совсем, наверное, правильно. Я же тебя защищаю. Ты очень красивая. Нравишься мне. Я, пожалуй, пойду. Подожди. Останься. Не уходи. Ты, наверное, не поверишь, что мне... У меня девчонка была в юности. Прямо как ты. Ну, почему же, ну, поверю? Подожди. Я сейчас вернусь. Я в дождь. Хорошо? Да. Я сейчас вернусь. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Я готов расплатиться, как договаривались. Никаких встреч у нас не будет. Мне хватило встречи в бане. Короче, мои бабки положишь бурно в парке Екатерингов. Возле моста. Ты понял меня? Козел. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok О чем? Скажи, этот Кольцов, как он узнал, что ты меня шантажировала? Я откуда знаю? Сам как-то докопался. До чего докопался? Я же говорю, я ничего не знаю. Я слышала только какие-то фамилии. Ковалев, Павлов и твою. А о пожаре в сауне им ничего неизвестно? Я не знаю. Ты же им ничего не говорила? Нет. Это благоразумно. Ты молодец. Ты все сделал, парень. И все равно. Стоять! Стоять! Чисто! Ну что, принимайте, упаковывайте и вывозите. Увозите задержанных. У вас нет доказательств. Это вам так кажется. Ну что, поехали? Я без них никуда не пойду. Оксан, вспомнили наконец-то, кто у вас стрелял? Да. Отлично. Сейчас сядешь в машину и все расскажешь. Мы сами ее привезем. Так всем будем спокойны. Ну хорошо. Что у вас у себя в отделе? Ну что, глупенькая, неужели ты думала, мы тебя просто так отпустим? Как вы меня нашли? Мы тебя и не теряли. Мы тебя вели от самой квартиры, а еще мой телефон был встроен с жучу, который записывал все разговоры по телефону или все, что было рядом с ним. Так что теперь будет чем надавить на Владимирова. И, кстати, Алла мне сразу перезвонила после твоего звонка. Так что в крайнем случае она пригласила бы тебя к себе, а там был бы тебя в деле. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА 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 А я мечтала, что когда-нибудь отчим и быков свое получат. И однажды такой шанс подвернулся. Один ВИП Владимиров на шантаж не купился, а греб по полной программе. И он как-то на меня вышел, на меня сам, потому что к нему бы меня не пустили, а через своего охранника Сергеева. И Владимиров сказал сразу, что у него никаких претензий ко мне нет, он даже предложил заработать денег. Мне нужно было позвонить ему, когда быков повезет какого-нибудь особо крутого клиента с девочками в баню. Зачем? Хотела оплатить той же монетой. Снять это и потом залить видео в сеть. ВИП подумает, что это быков и будет мстить. Ты поверила? Ну а что? Это обычная рабочая схема. Компромат так и добывают. Но об убийстве там речи не шло. В общем, когда мне быков позвонил и сказал, что нужно ехать в баню обслуживать Колпакова, я позвонила Владимирову, и он прислал своих людей. Сидеть! Ребята, ребята, в чем проблема? Я заплачу. Деньги есть много. Иди сюда. Иди, иди. На колени. Да вы... Бога ради, простите. Я не хотел, чтобы так получилось. Мне просто заплатили. Кто платил? Я не знаю. Мы общались через интернет. Все оплаты через офшорные счета. Ясно. Прости прощения. Простите, пожалуйста, я... Ничего личного. Мне просто деньги нужны были. Девчонку найди. Не убивайте, пожалуйста. Я найду заказ. Иди, одевайся. Жаль, конечно, что ты нам все это сразу же не рассказала. Но лучше поздно, чем никогда. Я сначала, правда, ничего не помнила. Я слышала, что в больнице сказали, что память может восстанавливаться несколько лет. Я побоялась. Я подумала, что вы не поймете. Меня посадят теперь? Накосячила ты, конечно. Выше крыши. Участие в шантаже. Соучастие в убийстве. Ну, я же вам все рассказала. Еще и следствие пыталась запутать. Значит так, сейчас еще раз все это подробно расскажешь, но под протокол. Ну, а я учту это все при определении твоей вины. И пойдешь тогда особым порядком. Обойдешься условным сроком. Хорошо, я все напишу. Давай, напиши. Да Владимиров уже никуда не денется. Есть показания Оксаны. Плюс покушение на убийство. Плюс есть телефонный разговор с Оксаной, где он фактически сознается в убийстве. И самое главное, этот выродок до сих пор хранил у себя видеозапись, где он самолично стреляет в Быкова. А что за срочность? Куда? Короче, пришли точку, я скоро буду. Ну что, самое страшное позади. Осталось подлечиться и пережить сон. А потом начать новую жизнь. Получить образование, найти работу, а эту историю забыть, как страшный сон. Забыть? Я не могу забыть. Я должна еще... Что? Отомстить отчиму? Зачем тебе это? Он мне всю жизнь поломал. Я из-за него 10 лет по борделям. Как представлю, что он в нашей квартире живет, я убить готова. Убивать никого не нужно. 10 лет жизни ты себе не вернешь. И квартиру, к сожалению, вернуть не получится. Он же незаконно меня выписал. Я разговаривала с юристами. А юристы тебе говорили о сроке давности таких дел? Он был законный муж твоей матери. После ее смерти он вступил в наследство. Ну что, неужели он вот так вот будет жить без проблем? Проблемы у него есть. Пару дней назад его задержали по подозрению в скупке краденого. Это ты его? Я совсем чуть-чуть ускорил события. Да отпусти ты его. Но неужели этот выродок стоит твоих бессонных ночей? Неужели ты не понимаешь? Он тянет тебя назад, а тебе нужно двигаться только вперед. Я постараюсь. Что за срочность? По телефону нельзя было поговорить. Сейчас поймешь. Добрый день. Приветствую. Я слышал, вы помогли раскрутить громкое убийство. Поздравляю Сергея Кольцова. Или, может быть, все-таки, с Комиславом Дмитриевым? Да вы не волнуйтесь, я не работаю на Гачеву. Андреев был моим другом и посвятил меня в некоторые детали с вашим участием. Дальше что? У меня есть предложение объединить усилия и выявить крота в бывшем отделе полковника Андреева. От меня конкретно что нужно? Я хочу, чтобы вы помогли его проверить. Мне кажется, я нашел предателя. Есть конкретный план. Игра, что за время-то такое? Предатель на предателе. Никому нельзя верить. Время как время. Существование человека, его поведение, определяется воспитанием. Все же мы родом из детства. Ты и я. Я тоже был ребенком. Рос обычным пацаном. Мечтал о светлом будущем. Думал, что всех спасать буду. Когда система, кстати, что тогда, что сейчас, всегда одна и та же, прошлась катком по моим родным, как-то мне очень захотелось улыбаться в ответ ее стальному оскалу. Ну, потом повзрослее, когда стал. Что, я пытался с системой играть в азартные игры. Ну, по правилам. Но оказалось, что у нее ж, сука, вся карта корабленая. Ложь, подлость, предательство, лицемерие, культовое лицемерие. Вот это законы, которые нам система предлагает. Просто. Вот тебе пропуск. Милости просим. Ну, в нашем мире все как-то по-другому. Это как-то по-людски. Добро – это добро, зло – это зло. Рассказные слова отвечать надо. С базара надо отвечать. Кам? А иначе... Ну, зачем все-то? Ну, в общем, ничего сложного. для нормального человека. Кто там? Я Дмитрию. Андреев сказал, тебе можно заверять. Пусть можешь? А-а-а! Капитан, капитан. Пулемая? Да. Да, я уже... Так. Дмитриев у меня. Дмитрий Альбаев слухахстал, бешеход за рыбонахстал, бешеход за рыбонами, Тарт, дмитриев от tomar крыбон, слухахстал, acie с béбон. Играет? Тарт! Тарт! Продолжение следует...